Вокруг пожара вы не участвовали? Участвовали? Нет. А ты? Шалаши тушили. Шалаши тушили. А где шалаши? А там на речке. А кто их зажег? Не знаю. Мужики какие-то. А тушили вы, да? Да. И так всю жизнь, да? Почему? А не зажигают в этом штуре? Да. Мы поляны тушили на линии. На прошлой неделе в Картолинском районе горели леса. Низовые пожары, когда огненный смерч уничтожал даже корни деревьев, сменяли верховые. Порывы ветра разносили огонь на сотни метров. В Ванинском лесхозе, а его владения измеряются 123 тысячам гектаров, за это лето случилось 4 крупных пожара в разных местах. Для контроля за ситуацией был выделен вертолет, основная задача которого – полеты над ниткой газопровода. Нельзя летать над верховым пожаром, мы его обходим, не положено. То есть вы разведчик? Да, 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 разведчик. Попросили отработать на пожарах. Сейчас вот первый день сегодня практически. И первый вылет у нас сейчас? Первый вылет, да. Этот полет удачи нам не принес. В том смысле, что вы не увидите огненного вала, в котором погибали деревья еще несколько дней назад. И слава богу, пожары локализованы. Потому что помогали всем миром. Глава администрации города Мактогорска Виктор Аникушин лично послал сюда два мощных бульдозера, которые буквально перелопатили землю вокруг горящих делянок. Перед вами результат. Вот что сделал с лесом губительный огонь. Место, где мы находимся, на Руси издревле называется Гарью или Горельник. Так вот, пожары столь беспощадно обошлись этими местами, что выиграли деревья части знаменитых боров Анинский, Парижский. Самое страшное, что эти деревья на вид они еще вроде как стоят, но они мертвые, потому что огонь выжег им корни. Но, к вящей радости оптимистов, следует сказать, что жизнь продолжается. Потому что, смотрите, поросль молодая, юная, помните народную мудрость, значит, там вырасти сына, да, посади дерево. Дерево посадили без нас, но погибло оно при нашей с вами жизни. Обидно? Очень. Не только то, что без нас дерево выросло, но и те, что дерево, что и мы садили, также гибнут. Погибло 200, почти 300 гектар культур, которые создавали не одно поколение лесоводов. Вот, и очень обидно, что труд проходит зря. Сколько времени нужно для того, чтобы вырастить такое дерево? Времени, может быть, сил, денег? Это минимум 30-40 лет, чтобы оно выросло нормальное дерево. И вот для нашего района, которым не так много леса, и это настоящая беда, это настоящая трагедия. Для всего района, потому что и экология страдает, и животные страдают. Ну, сами понимаете, что мест теперь нет. А есть желающие погреть руки на чужой беде? Ну, конечно, найдутся и желающие. Бесплатно лес, под видом того, что он сгорел? Да не только, что он сгорел, а просто будут воровать его, растаскивать здесь. И вот поэтому сейчас наша задача – это быстро выпилить его, чтобы не разводить здесь вредители, и, соответственно, очистить для новой посадки. Чтобы не было желающих погреть руки на чужом пепелище, рабочие лесхоза валят горелый лес. Тот, что еще годится для изготовления срубов. Избы ставить в нашем крае, слава богу, еще не разучились. Тушим пожары все, всеми силами. Ну, поскольку вы сейчас уже его не тушите, значит, другая появилась работа, так, да? Да, выходит так. Ну, вот стволы-то, смотри, целые, нормальные, да? Макушка. Макушка, да? Да. А корни уже сожженные. И дерево мертвое. Везде, да? Везде. И караед? Вот караед. Начинает есть караед. Уже, оно уже все, караед съедает. Если мы сейчас не выпилим, он... Посмотрите, чем быстрее спилить, тем легче леса будет. Ну, а потом этот лес сгодится на строительство, на избу. В данный момент сейчас сгодится. А чуть позже... Сушить его еще, да? Не надо сушить его. Корусы мать надо, и все, распиловка, и все, и корусы мать. Вот мы с вами летели, видели, да? Где-то вот пожар прошел вот так вот, как вот. Полностью. Змейкой, да? И полностью спалил все. А где-то частично. Вот тоже частично. Можно спасти еще, нет? Можно. Каким образом? Это покажет будущий год, как у нас будет. Если будет сырая и влажная погода, он сможет отойти еще и будет дальше расти. Если будет такой же сухой год, то это все засохнет. Все пожары в Джабык-Карагайском Бару случились по причине злодейского ротозейства, наших с вами сограждан. А курок, метко пущенный хмельным наездником из автомобиля в придорожные кусты, потянул на сотни миллионов рублей убытка. Но эти четыре незатушенные сигареты, ставшие причиной четырех пожаров, с трудом, но можно объяснить, ну хотя бы пьяной дуростью. Ну а чем можно оправдать людское неумение понять чужую боль, граничащая со злонамеренностью? Николай Михайлович, селяне горят на Южном Урале, но горят они не прямо, а фигурально. Солнце опаливает. А вы еще и огнем опалены, так? Да, это действительно так. То, что горят посевы, ну в переносном смысле, будем так говорить, сохнет ведь все. На глазах сохнет и досадно все это наблюдать. Со стихией бороться непросто, но когда нет бензина, когда вот бочку эту послать, не знаю, чем заправить, постоянно вот эти вот разборки, где найти хотя бы какую-то тонну бензина. Ну и головотяпство еще есть среди некоторых. Вот у нас же нефтебазы, к сожалению, нет своей, мы собираемся в этом году ее делать. А сегодня получаем горючку от Варнинской, от Тамерландской нефтебазы. Ну и вот за то, что мы там взяли три тонны бензина с автозаправки, значит, наших заправщиц руководство нефтебазы наказало. Я считаю, в экстремальных ситуациях инструкции здесь не должны работать. Здесь должно быть, прежде всего, человеческое чутье, ответственность и способность помочь.